142 заключенных. Их фамилий не было ни в одной лагерной картотеке. Это были евреи, специалисты по гравёрному делу, банковскому делу, художники. Бараки, в которых они работали и жили, находились за трёхметровым непроницаемым забором в клетке из колючей проволоки. Это совершенно секретная, никому неизвестная, так сказать, изоляция, блок 18-19. Каждого ждала смерть в газовой камере, но тогда от них зависела судьба Третьего Рейха. Свои проценты от их работы получал даже Ватикан. В этом деле участвовали многие кардиналы. Австрийские мёртвые горы. 60 километров к юго-востоку от Зальцбурга. Озеро Топлец. В первые майские дни 1945 года местный житель отправляется сюда на рыбалку. Однако удочки в тот день он даже не расчехлил. Едва дойдя до места, рыбак заметил на поверхности воды, недалеко от берега, клочок бумаги, похожий на купюро. Через несколько минут мужчина держал в руках настоящие английские деньги. Взяв одну купюру, он отправился в местный банк, где её обменял, 5 фунтов стерзингов. Во время очередного визита около кассы рыбака уже поджидали офицеры армии США. Расследование американской разведки показало, что в последние месяцы войны в озере Топлец эсэсовцы тайно прятали какие-то грузы. Но какие? Эти уникальные кадры много лет лежали в архивах советской разведки под грифом «Секретно». На них тайная операция американских спецслужб на озере Топлец. Однако в ходе погружений внезапно погибает американский аквалангист. Кто-то заботливо перерезал шланг дыхательного аппарата пловца. Поисковые работы тут же останавливаются, а сведения о находке засекречиваются по приказу сверху. Тогда еще никто не предполагал, что это была лишь первая жертва озера убийцы. Августовским утром 1942 года громкоговорители, установленные в концлагере Бухенвальд, пролаяли. Всем евреям, имеющим навыки графических работ, записаться в канцелярии. Вслед за этим к коменданту лагеря срочно вызвали заключенного Адольфа Боргера, чеха по национальности. Спустя 66 лет мы отыскали этого чудом выжившего человека. Сегодня его дом в предместье Праги представляет собой архивное собрание фотографий, документов и воспоминаний о пережитых им событиях. Тогда мне нацист сказал «пан». Мне давно никто не говорил «пан». Он спросил «вы типограф?» Я ответил «да». Тогда он встал и сказал «панбургер, нам такие профессионалы нужны в Берлине». Это был беспрецедентный случай. Из Бухенвальда, лагеря смерти, еще никто не выходил живым. Люди из бараков попадали только в крематорий. Но уже через несколько часов Бургера и еще нескольких заключенных везли в комфортабельном поезде по направлению к Берлину. Тогда еще ему было неведомо, что он станет одной из ключевых фигур, повлиявших на ход мировой истории. По мистическому стечению обстоятельств, примерно в это же время в таком же поезде, только в сторону Швейцарии, ехал неприметный гражданин. Он не подозревал, что на него уже началась охота. Курьер-эсэсовец с достаточно значительной суммой, почти миллион фунтов стерлингов. Причем Гейдрих через каналы своей спецслужбы подбросил швейцарским пограничникам сведения о якобы неком подозрительном курьере с германской стороны. У швейцарских пограничников на него была ориентировка, поэтому задержание прошло быстро. Таможенники устраивают проверку личных вещей бизнесмена. Немец держится уверенно, все в порядке. 900 тысяч английских фунтов задекларированы открыто. Но почему швейцарцы так тщательно проверяют каждую испачку? До столицы остается не более сотни километров, как вдруг поступает приказ – завязать глаза заключенным. Тем временем поезд с узниками из Бухенвальда на всех парах мчится к Берлину. Эшелон нигде не останавливается. Спустя некоторое время Бургер понял, что поезд изменил направление. Через несколько часов он оценил дьявольскую шутку эсэсовцев. Мы сошли с поезда, сделали пересадку и доехали до небольшой станции Ораньенбург. Нас повезли в небольшой город, потом мы долго шли пешком. И, наконец, увидели большую надпись – концентрационный лагерь Заксенхаузен. Ночью под усиленной охраной, состоящей исключительно из офицеров эсэс, их доставили в странный, изолированный от остальных барак. Внутри он был похож на редакцию газеты. А заключенные напоминали ее сотрудников. В это время неприметный немецкий коммерсант успешно проходит таможню на швейцарской границе. Его отпускают. Теперь Овец направляется в местный банк города Базеля. Пришел их сотрудник германской разведки и сказал, что вот мне нужно, так сказать, проверить большую партию денег, которую я честно признался, что он приобрел их на черном рынке, поэтому попросил проверить. Через некоторое время в этот же банк немецкая контрразведка СД подбрасывает информацию о том, что в Швейцарии появились фальшивые фунты стерлингов. В СД были уверены, что банкиры станут проверять каждый фунт, находящийся у них в сейфах. Несколько ночей подряд в Берлине в Главном управлении разведки не спали. Напряжение росло. На самом верху ждали новостей из Базеля. Во всех швейцарских банках была проведена срочная проверка всей имеющейся в наличии английской валюты, и тем не менее ни одного факта подделок не было обнаружено. Как выяснилось позже, это была самая приятная новость для первых лиц Третьего рейха. Но какое отношение имели руководители Германии к этим событиям? Что оно могло значить для фюрера? 1939 год. Германия накануне войны. Третий рейх испытывает крайнюю нужду в валюте. Деньги нужны всем – промышленности, армии и спецслужбам. К началу боевых действий немецкая контрразведка обладает огромным штатом своих агентов в Европе, Азии и Америке. И их необходимо было содержать. Бюджет Третьего рейха не позволял выделять такие суммы на проведение спецопераций, содержание значительного количества агентуры. В то время, когда Гитлер разрабатывал план Зоэлёве военного вторжения в Великобританию, в голове президента Рейхсбанка Ялмара Шахта возникла другая идея – уничтожить Англию без единого выстрела. Это подрыв экономики Великобритании, подрыв ее финансовой системы. И фактически эта операция имела своей целью уничтожения Великобритании. В конце 1939 года в берлинском пригороде открывается ничем не приметное предприятие «Аугуст Бетрик». Его окна наглухо закрыты, а работников привозят и увозят под охраной. Только по ночам здесь открывают ворота для транспорта со спецгрузами. В условиях полной секретности и под неусыпным наблюдением ненавязчивых опекунов из СС немецкие ученые проводят необычные опыты. Они ищут разгадку тайн производства банкнот Банка Великобритании, приравненных на мировом рынке к золоту. Шестое управление задействовало лучших математиков Германии, профессуру Германии, для того, чтобы просчитать возможные серии и, в принципе, разгадать код, которым пользуется британское казначейство. От имени фюрера им было приказано в кратчайшие сроки сфабриковать 20 миллионов фунтов стерлингов мелкими купюрами по 5, 10 и 20 фунтов. День и ночь математики и физики цвет немецкой науки бились над системой нумерации банкнот. С помощью формул просчитывали каждый серийный номер. Математики сумели назвать серии банкнот, которые опережали выпуск банкнот английским казначейством, ну, порядка 100-200 единиц, то есть на 100-200 цифровых значений в серии. В секретной операции задействованы сотни специалистов, разбитых на несколько групп и работающих автономно. Клише изготавливали в химических лабораториях СД, матрице в типографии. Но чтобы поставить дело на широкую ногу, не хватало знания всех нюансов технологического процесса. Наибольшие трудности были связаны с изготовлением соответствующей бумаги. Два года ушло на то, чтобы изготовить бумагу, потому что два завода работало, специальных заводов, которые по производству бумаги, потому что вот эти банкноты английского банка обладали одним свойством. Они при сгибе, они как бы такой характерный звук, хрустящий. И вот бумага достаточно тонкая, понимаете, что и было трудно добиться высокого качества. Подлинная бумага, на которой печатались английские деньги, была подвергнута сотням анализов. Выяснилось, что в основе она имеет волокна льна. Шахт показал самый главный секрет английской валюты. Тот факт, что при изготовлении бумаги для английских фунтов стерлингов используется турецкий лед. Почти два года понадобилось немецким специалистам, чтобы добиться почти полного сходства фальшивых денег с настоящими. В типографии была отпечатана пробная партия, около трех миллионов фунтов. Оставалось только проверить их качество. И это было сделано руками швейцарских банкиров. И проверили подлинность этих, вернее, на подлинность эти банкноты еще и в британском казначействе, где из общей массы представленных фальшивых банкнот только 10% английскими специалистами банковскими было признано как фальшивые, а 90% как подлинными. Результат превзошел все ожидания руководителя операции. Гиммлер лично докладывает об этом фюреру. Правда, речь идет только о незначительном эксперименте. О подлинных оборотах типографии Аугуст Петрик Гитлеру решили не сообщать. Но почти сразу первые партии фунтов уходят через агентурную сеть на черные рынки Азии и Европы. Общая сумма только задепонированных фальшивых фунтов стерлингов в швейцарских банках оценивалась порядка в перерасчете на рейхсмарке около 1 миллиарда рейхсмарок. Это достаточно внушительная сумма фальшивых денег. В 1942 году иллюзии попросили по поводу молниеносной победы Германии в войне рассеялись. Летом 1942 года начальник группы F 6-го управления РСХ Бернхард Крюгер получает приказ срочно наладить выпуск английской валюты в промышленных масштабах. С этого момента операция получает название Бернхард по имени своего непосредственного руководителя. За короткий срок в концлагере Заксонхаузен штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер оборудовал спецблок, доступ в который закрыли даже коменданту лагеря. Моими соседями были часовщики. А, так сказать, визави наискосок была совершенно секретная, никому неизвестная, так сказать, изоляция, блок 18-19. Вот так. Мы, не только мы, но и наши немецкие товарищи, которые там уже просидели, не знали, не знали о том, что там происходит. В этих бараках нацисты собрали 142 специалиста по граверному и банковскому делу, печатников и художников. Одним из них был чех Адольф Бургер. Когда мы зашли в блок 18, то увидели современную типографию. Я обалдел. И Сесовиц Вернер сказал, здесь будете жить и работать, печатать английские фунты. Я был в шоке. Фамилия узников спецблока не было ни в одной лагерной картотеке. Каждого ждала смерть в газовой камере. Но сейчас от них зависит судьба Третьего рейха. Им разрешают отращивать волосы и слушать радио. Правда, тех, кто заболевает, не отправляют к врачу, которому они могут что-либо рассказать, а расстреливают на месте. Но сейчас их даже неплохо кормят. У заключенных спецзоны есть гражданская одежда, сигареты, книги и даже настольные игры. С нами в настольный теннис играли офицеры СС Вернер и Крюгер. Со мной играли. Вернер всегда мне проигрывал, потому что он совсем не умел играть. Мне заключенные говорили, что ты делаешь. Ты не должен выигрывать. А я говорил, пусть сначала научатся играть. Через некоторое время химикографическое предприятие под таким названием Крюгер замаскировал свой секретный центр, выдает первые станки, штампы и клише для печатания фальшивых банкнот. Закупается партия турецкого текстиля. Пока узники занимаются подготовкой бумаги, группа немецких специалистов, профессиональных граверов и графиков работает над самыми сложными техническими процессами. Они создают матрицы-контуры. Своих подручных Крюгер размещает в замке Фриденталь. Всего там в 15 минутах располагался знаменитый замок Фриденталь, где дислоцировались разведно-диверсионные подразделения СД. Охрана замка поручена лучшим бойцам спецназа. За это лично отвечает диверсант номер один Германии Отто Скорцени. Но об этом станет известно только много лет спустя из архива Верховного командования Германии. Была найдена небольшая справочка такого биографического характера о Скорцени, о прохождении им службы. В частности, с 43-го года, кроме, ну, как бы, всем известного факта, то, что он возглавлял отдел в 6-м управлении С, саботаж и диверсия, там написано, что он возглавлял также отдел Т. Это как раз отдел Т техника, который и курировал производство фальшивых денег. Операция Бернхард проходит под грифом секретной акции Рейха. Даже в самом аппарате СД изготовлением и сбытом занимаются разные ведомства. Круг людей, знавших, куда поступает выручка от сбыта фальшивой валюты, очень узок. С 43-го года немецкая разведка начинает активно использовать большие партии поддельных фунтов. Они обмениваются на настоящие в Португалии, Иране, Швеции. И в Турции, и в европейских государствах, и через дипломатическую почту отправляла фальшивые фунты стерлингов. Многие торговые атташе нацистской Германии участвовали в распространении. Операции по сбыту валюты идут на всех пяти континентах. Поддельные фунты, напечатанные узниками Заксонхаузена, не могут отличить даже банковские спецслужбы. Теперь фальшивые деньги имеют хождение наравне с настоящими. Как утверждал Шиленберг, необходимо было, по-моему, более 160 но совпадений с настоящей банкнотой 20-фунтовой Великобритании для того, чтобы сказать, что эти деньги пойдут в оборот. Темпы производства фальшивых денег составляют от 300 до 500 тысяч в месяц. Из этой общей суммы после тщательной проверки только около 8% отсортировываются к первому сорту. Доля удачных купюр была так мала благодаря стараниям узников 18-го блока. Этим людям удавалось саботировать производство фальшивых английских фунтов и устраивать даже пересортицу. Заключенные из групп 18 и 19 скурпулезно ведут учет в серии и количество выпускаемых банкнот. Особенно тщательно этим занимается руководитель группы, которого назначают сами нацисты, чех Оскар Скала. Втайне от немцев записывал номера, купюр, наиболее важные дефекты, которые выявлялись, типографские дефекты, которые могли бы помочь изобличению. Естественно, количество выпускаемых, банкноты, их номиналы. Мысль о сопротивлении постоянно живет в засекреченном бараке. Кузники под любым предлогом затягивают изготовление клише, специально делают мелкие, незаметные для неспециалиста ошибки. Один из заключенных в типографии делал дырки в купюрах, специально, чтобы они выглядели как настоящие, как старые. Мы ему сказали, проткни королеву. А мы потом расскажем, что все фунты, в которых королева проткнута, фальшивки. Тем временем в Европе немецкая разведка расширяет пути сбыта валюты, поступающие из Заксонхаузена. Она открывает так называемый еврейский канал. Мгновение ока и этот канал заработал. Причем, так сказать, использовались как еврейские общины на оккупированных территориях, так и, естественно, представители гостиничного бизнеса и горного бизнеса. Часть прибыли немецкая разведка использует на закупку оружия и оплату спецопераций диверсионных групп, работавших в тылу союзников Советского Союза. В 1943 году фальшивые фунты из Заксонхаузена объявляются в самом СССР. Германская разведка расплачивается ими со своим агентом Джозефом, который успешно работает в наркомате путей сообщения. Этот агент из НКПС потребовал, чтобы ему предоставили английский паспорт, заплатили ему в английской валюте и, так сказать, предоставили возможность как бы выехать на Запад. На самом деле под псевдонимом Джозеф скрывается кадровый советский разведчик. По легенде, он имеет доступ к плану стратегических перевозок всего железнодорожного транспорта Советского Союза. В ходе очередного сеанса связи с Берлином Джозеф требует переслать ему английский паспорт и крупную сумму наличных фунтов. Курьер из Германии не заставляет себя долго ждать. Мы прислали чек американского банка American Trust Company и часть денег английскими фунтами. Вот как раз эти самые фальшивки. Именно тогда советская разведка получает 5000 фунтов стерлингов два типа купюр по 10 и 20 фунтов. В НКВД сразу решают проверить подлинность банкнот. Вот те самые фальшивые фунты и чек American Trust Company из Заксонхаузена. Они до сих пор хранятся в архивах ФСБ России. Любые предметы, которые захвачены в ходе любой специальной операции, будь то деньги, награды, одежда, обувь, оружие, взрывчатые вещества, ну, в общем, короче говоря, все, что было захвачено противником, подвергалось тщательной технической экспертизе, в частности, которой занимался отдел Б НКВД СССР. По всем параметрам проверяемые купюры полностью идентичны настоящим английским банкнотам. Даже характерный для фунтов хруст бумаги не отличается от подлинного. Наличие серий не по порядку, которые шли, ну, допустим, там, серии банка, там, допустим, КАЗ-164, КАЗ-165, и в этой пачке разрыв ряда серий показывал о том, что банкноты, ну, так сказать, указывало на то, что при обычном хождении банкнот такого не бывает. КАЗ-165, Между тем, в 1944 году становится очевидным, что поражение Германии неминуем. Все, кто имеет отношение к операции Бернхард, лихорадочно обменивают фальшивки на драгоценности золота предмета искусства. Красная армия все ближе подходит к границам Рейха. Ряд высокопоставленных чиновников Рейха и офицеров спецслужб просто исчезли в конце 1944 года, просто растворились. И под видом невозвращенцев. Под видом беженцев с деньгами и поддельными документами, изготовленными бургером в спецзоне, через Рим по Ватиканскому коридору Германию покидают самые ярые нацисты. По этому каналу уходил Йозеф Менгеле, уходил главарь хорватских фашистов-усташей Анте Павелич. Кстати говоря, уносил он с собой несколько сот миллионов швейцарских франков и почти 150 килограммов золота, которые он награбил у евреев Балкан. Через подконтрольные Ватикана банки немецкая агентора переправляет в Рим значительные суммы фальшивой английской валюты. В этом деле участвовали многие кардиналы. Папа Пий XII прекрасно знал, что творится, наделал вид, что не в курсе. В основном занималась этим понтификальная разведка, более известная как Священный Альянс. В это же время законспирированные друзья Третьего Рейха занимаются организацией финансовых плацдармов по всему миру. Было приобретено огромное количество движимого и недвижимого имущества, были сделаны соответствующие вклады в банках, был приобретен даже небольшой парусный флот, в основном это касалось Средиземного моря, были приобретены виллы, латифунди, земельные угодья и многое чего другое. 10 августа 44 года недалеко от Стратбурга проходит тайное совещание, на котором собираются высшие чины Министерства вооружений нацистской партии и руководители промышленного комплекса. Речь идет о выживании национал-социалистического движения. Все единогласны, но для этого теперь нужна новая твердая валюта. Уже через месяц Бернхард Крюгер приказывает узникам Заксонхаузена наладить изготовление американских долларов. Как-то раз пришел штурмбанфюрер Крюгер и сказал «Идите в блок 19, там привезли новые машины, будете делать доллары». Примерно в это же время в мертвых горах в небольшом австрийском городке Бат-Аузе появляется скромно одетый гражданин с одним лишь чемоданом личных вещей. Он выдает себя за беженца. Штурмбанфюрер СС Вильгельм Хеттель и более известный под псевдонимом Вальтер Хаген. Австриец по происхождению Хеттель к маю 1945 года возглавляет направление в Главном Управлении Имперской Безопасности и подчиняется непосредственно шефу СД. Подполковник Хеттель просит разрешения поселиться где-нибудь в уединенном месте, например, неподалеку от озера Топлиц. После 250 попыток в неудачу которых вносят свой вклад узники спецблока в начале января 1945 года изготовлены первые фальшивые доллары США. Удается напечатать примерно 6100-долларовых банкнот, но советская армия находится уже в 30 километрах от концлагеря Заксенхауза. Когда уже союзные войска вошли на территорию Германии, то встал вопрос об упрятывании всего оборудования, оставшихся денег, оставшихся фальшивок. В конце февраля барак 18-19 пустеет. Для команды заключенных фальшивомонетчиков начинается самый опасный этап, в конце которого маячит смерть. 26 февраля спецпоезд со 142 смертниками отправляется в свой последний рейс. Нас не ликвидировали, когда подходили советы. Нас посадили в 16 вагонов со всей техникой. Также погрузили все бумаги, трафареты и повезли в Австрию. Нацисты очень хотели получить доллары. на всех парах без остановок спецсостав с наглухо закрытыми дверями мчится в сторону Альпы. Помимо заключенных особо охраняется еще один вагон. Ящики, больше напоминающие гробы, с надписью «Имперский груз» охраняют боевики из спецподразделения СС. Руководил главный нацистский диверсант и любимец Гитлера Отто Скорцени. Конечной остановкой оказывается концлагерь Эбензея. По приказу Бернхарда Крюгера узников надлежит немедленно ликвидировать. Однако внезапная атака американцев помешала их казнить. Люди уцелели. Но оборудование и несколько десятков железных ящиков странным образом исчезают прямо из-под носа армии союзников. Все эти типоградские станки, оборудование было перевезено в эту зону. Это в Баварских Альпах. В основном в районе городка Бат Ауззея. Туда был перегнан эшелон из 12 вагонов. Как выяснилось позднее, далее имперский груз особой важности на грузовиках привезли к глубокому горному озеру, вблизи которого располагалась секретная подводная база германского ВМФ. Часть ящиков отправили на дно. Ходили слухи, что здесь спрятано золото, награбленное СС, так называемые сокровища небелунгов, а также золотой запас немецкого Рейхсбанка. Конечно, охота за ними велась. И они первыми были предметом наибольшего интереса. И вот такие вещи, такие документы у нас есть. Май 45-го. После победы Германия и Австрия поделены на зоны оккупации союзников. Разведки, держав победителей, прочесывают территории в поисках ценных трофеев. Спецкоманда американских водолазов приступает к работе на озере Топлиц. Но после загадочной гибели водолаза из штаба войск союзников приходит приказ все поиски немедленно прекратить, а сведения о находке засекретить. Тем временем бывших узников из Заксонхаузена не спешат отпускать по домам. На допросах представители английской разведки не рекомендуют им рассказывать о своей лагерной деятельности. Мировой скандал и слава о фунте стерлингов как о самой подделываемой валюте Британии не нужен. Было 9 или 10 мая. Все, что мы сказали, они закрыли. То есть информацию засекретили. Больше никто никогда не говорил, что немцы печатали поддельные фунты. Даже на Нюрнбергском процессе никто из англичан не сказал, что я был фальшивомонетчиком. Черная жемчужина австрийских Альп озеро Топлец. Окруженное отвесными скалами, оно надежно спрятано от людских глаз. Именно сюда и направилась группа российских документалистов, чтобы отыскать след тех самых сокровищ Третьего Рейха. Очень интересный случай произошел в самом Зальцбурге со мной. порекомендовали одного ученого, который вот этой темой занимался австрийского. И все убежденно сказали, что он даже писал по этому поводу. Ну, я представился, пришел, когда он увидел меня, что я из России, да еще с профессиональной аппаратурой, просто напрочь отказался говорить. Но имя этого ученого нам уже известно. Все тот же бывший нацист Вильгельм Хэтлер. Но теперь у него свой небольшой отель недалеко от озера Топлец. Все эти годы он отвечает за сохранность грузов на дне Топлецзе. Он стойко поддерживает слухи о том, что вот уже более 60 лет здесь творится что-то неладное. Тяжелая дорога, да и ограничения местных властей удерживают туристов от соблазна хоть ненадолго завернуть в эти края. Вот и в тот раз гостям из России здесь были явно не рады. Нам запретили вообще что-либо, о съемке не было и речи. какое-то погружение, я не знаю, все. Вообще очень так отнеслись настороженно власти. Стали спрашивать, что мы здесь делаем. С 1945 года в этом районе люди часто исчезали бесследно. В 1947-м недалеко от озера группа спасателей обнаруживает хижину, а рядом два трупа. У одного из них был вспород живот. Возможно, искали план или схему, который мужчина мог проглотить при возникновении опасности. Тем более, что позднее выяснилось, погибшие работали в годы войны на опытной станции на озере Топлиц и могли что-то знать о ящиках с золотом. 1952 год стал урожайным по количеству жертв озера убийцы. Весной на берегу найдены два трупа с прострелянными головами. Преступников, естественно, не находят. Летом этого же года на поиски сокровищ отправляется учитель географии из Франции Жан-де-Сос. Его также обнаружили убитым, причем при нем не было ни рюкзака, ни инструментов для поиска. Недалеко от трупа увидели довольно глубокий свежевыкопанный шурф. Когда его засыпали землей из отвала, земли не хватило. И это несмотря на разницу в плотности грунта, который копал Десос, и рыхлой земли, которой шурф засыпали. Вывод напрашивается сам собой. Десос нашел нечто, за что поплатился жизнью. Новая трагедия произошла в 1955 году. Инженер Майер из Франкфурта на Майне сорвался со скал нависших над озером. Власти до сих пор не могут дать однозначного ответа, был ли это несчастный случай или убийство. В 60-е годы при загадочных обстоятельствах здесь погибло 12 человек. В начале 1983-го произошел еще один трагический случай. Погиб спортсмен-подводник из Мюнхена. На этом озере происходило немало очень всяких интересных событий, так сказать, гибель различных искателей приключений, которые пытались найти эти деньги. Последний такой случай был в 1984-м году. Но тогда было окончательно установлено, что эта тайна практически нераскрываемая. Но даже если и остались какие-то каналы раскрытия этой тайны, тем не менее оставшиеся в живых нацисты не допустят этого. Только теперь стало понятно, почему озеро Топлиц по-прежнему недоступно для прессы. В 1986-м году после нескольких неудачных попыток получить разрешение на проведение съемок в районе озера российская съемочная группа возвращается в Москву. Никто нам не угрожал, не выгонял, но было видно, что как бы... А там и не уйдешь никуда, там все довольно открыто, это же не лес какой-то, не джунгли. И что мы делали, за нами так наблюдали все. Ну, через несколько дней пришлось оттуда уехать, потому что такая обстановка была довольно напряженная. До сих пор убийства, совершенные на озере, так и остаются нераскрытыми. Удалось только установить, что среди погибших были преимущественно бывшие офицеры СС. Так сколько же всего ценностей скрывает озеро убийца Топлиц? Оказалось, что упрятывание всего этого, так сказать, практического багажа фашисты организовали весьма оригинально. Почему-то все было спрятано в американской, в будущей американской зоне оккупации. Откуда они могли в тот момент знать о том, что это будет именно американская зона оккупации? Из недавно рассекреченных документов немецкой разведки ясно. Уже в 44-м году о расположении зоны оккупации немцам сообщает руководитель политической разведки США Аллендалес. В 6-м управлении СД заранее была разработана схема легализации нацистских капиталов в случае победы союзников над Германией. Проводились пластические операции, внедрялись лица в различные совместные или германо- так сказать, допустим, британские или какие-то турецкие фирмы совместные, внедрялись туда агенты. Через подставных лиц немцы создают предприятия и компании. На фальшивые фунты стерлингов скупают различные патенты по всему миру. Начиная, так сказать, от патентов на открывалки для консервов и кончая, так сказать, медицинскими патентами. Кстати говоря, по медицинским патентам их консультировал непосредственно Менгель. При этом используются все каналы германских концернов и фирм. Помогают также и швейцарские банкиры. Они прекрасно знают о происхождении наличных активов английской валюты. На сегодня известно, что в тот период в Базеле этим делом промышлял Хандельсбанк, а в Цюрихе швейцариши Кредитенштальтбанк. Они тоже прекрасно знали откуда деньги. Тем не менее, комиссионные были настолько высоки, причем уже в настоящей твердой валюте, что они до сих пор, так сказать, помалкивают о своем неблаговидном участии в подобных операциях. Отмытые деньги Третьего Рейха используются для последующего безбедного существования когорты избранных, которые уходят тайными коридорами в страны Третьего Мира. Без этих денег невозможно было бы существование колонии Дегнидат в Латинской Америке. Без этих денег невозможно было бы существование немецких колоний в Центральной Африке. Тайные запасы фальшивых денег, сфабрикованных в Заксонхаузен, идут на восстановление послевоенной Германии. Один миллиард рейхсмарок, задепонированных в швейцарских банках, потом достался Федеративной Республике Германии. К 45-му году около 12% всех находящихся в мировом обращении фунтовых банкнот являются фальшивыми. Правительство и Великобритании об этом знают и держат под большим секретом. Англия поставила условие заткнуть рот всем нацистским преступникам, чтобы они не болтали ничего лишнего. По нашим сведениям, только в Заксонхаузене было произведено около 134 миллионов фальшивых фунтов, по нынешнему курсу примерно 5 миллиардов. Чех Оскар Скала, назначенный эсэсовцами главным среди заключенных, втайне ввел записи об объемах, видах и номерах фунтов стерлингов, сделанных в блоке номер 19. Хюттль называет цифру 150 примерно миллионов фунтов стерлингов. По другим данным, других, так сказать, историков, порядка 350 миллионов фунтов стерлингов, из них примерно половина была обменена на действительно настоящие фунты стерлингов. То есть германская разведка к концу войны располагала суммой примерно 150 миллионов. Но и эти цифры оказались на порядок заниженными. Если учесть темпы производства, с 1942 по 1945 год окончательная цифра приближается к миллиарду фунтов. Сколько из них было легализовано, знали лишь избранные. Это самая большая тайна операции Берхарта. Это вот сколько их было обменено и где они, так сказать, куда они были вложены. В этом деле вопросов больше, чем ответов. Например, до сих пор неизвестно, почему Германии не удалось в несколько дней обрушить экономику Британии. Ведь способ был предложен еще в 1941 году сбрасывать фальшивые фунты с самолетов над крупными городами Великобритании. Возможно, потому, что с середины войны СД фактически находилась под патронажем английской разведки – секрет-сервис. Об этом стало известно из некоторых рассекреченных сегодня архивных документов немецких спецслужб. Уже имела к 43-му году контакты с английской разведкой и понимая неминуемую гибель Третьего Рейха уже фактически принимала определенные условия игры той, которую диктовала английская разведка. После окончания войны операция Бернхард получает неожиданное продолжение. С осени 45-го года в Лондоне, Нью-Йорке, Брюсселе и в других столицах снова появилось большое количество поддельных банкнот. На этот раз денежных знаков США. Начали появляться долларовые купюры фальшивые, которые запускались в оборот на серых и черных рынках, которые потом поступали уже в американские и европейские банки. Это говорит о том, что, наверное, операция Бернхард не закончилась и продолжение ее было, операция Бернхард-2, а может быть даже операция Бернхард-3. Неоднократно в европейской печати сообщалось о том, что значительные суммы в долларовых купюрах поступали в государственное казначейство. Подделки были настолько удачны, что ни валютные контрабандисты, ни дельцы черного рынка во всем мире не могли отличить фальшивые банкноты от настоящих. Они были изготовлены на пропавшем оборудовании из Заксонхауза. Американцам удалось найти клише производства фунтов, клише производства рублей, но клише по производству долларов найдено не было. В 1949 году вблизи Марселя французская полиция обнаружила фабрику фальшивых денег. Сами изготовители заблаговременно были предупреждены и скрылись, прихватив с собой клише и большое количество готовой продукции. Скромный улов полиции составил всего 243 миллиона фальшивых долларов. На поиски этой типографии была брошена вся резидентура американской разведки в Европе. американцы были в то время заинтересованы вышибить английский фунт стерлингов в ходе Второй мировой войны, вышибить его с педестала Олимпа международного финансового могущества и занять это место. Несмотря на дружбу с англичанами, американцы не упустили шанса сделать доллар единственной мировой валютой. американцам в какой-то степени просто было выгодно ну скажем так несколько принижать или по возможности принижать значение английской валюты. В этой жесткой борьбе были допустимы любые методы и приемы. Для США немцы оказались идеальным инструментом для подрыва стабильности английского фунта. Только теперь стало понятно настоящая роль инициатора операции Бернхард бывшего министра финансов Германии Ялмара Шахта. Операция имела и второе дно. Это явно похоже, явно так сказать преследовалась эта цель, потому что в конце до концов Шахта спасли именно американцы. И именно американцы замяли в конце до концов всю эту проблему непосредственно в период Нюрнбергского трибуна. На процессе в Нюрнберге эти преступления играли лишь второстепенную роль. Американцы и англичане всячески обходили стороной операцию Бернхард. В противном случае пришлось бы признать многочисленные факты тайного сговора с Германией. Даже сегодня многие детали этой операции остаются неизвестными широкой общественности. Где находятся эти нацистские счета? Кто ими пользуется или они лежат до сих пор не востребованы? Шлейф фальшивых фунтов и долларов операции Бернхард тянется до наших дней. До настоящего дня не рассекречены документы имперского управления безопасности Третьего Рейха из железных ящиков поднятых со дна озера Топлиц. Видимо, папки с таинственными документами еще слишком горячие, пока никто не хочет обжечь о них руки. Найти непосредственные следы этой операции пока не удалось. Потому что для этого требуются очень скрупулезные долговременные поиски. До сих пор об этой спецоперации сознает лишь узкий круг военных историков. И лишь недавно стало известно о том, что некоторые крупные европейские и американские компании были основаны на деньги, изготовленные узниками концлагеря Заксонхауза. По понятным причинам мы не называем эти бренды. КОНЕЦ